Мы шли до острова всего 15 минут Какая-то, мне кажется, маленькая Европа, но совсем не догадаешься, что это какой-то китайский остров Вот это местный колорит Но есть в этих маленьких милых островочках какая-то своя атмосфера, за которую хочется возвращаться Уболтала нас бабушка прокатиться Плавучая библиотека Здесь можно купить сувенирчики На этом пляже есть вся необходимая инфраструктура, зонтики, шезлонги Один из красивейших пляжей, которых мы видели за всю эту поездку, нам здесь очень понравилось Наконец-то будет готовить свой фирменный коктейль Здесь побережье большое, можно залезть и искупнуться 30 юаней тарелки морепродуктов, это очень круто У Юры это 5А, ребят, надо ехать, обязательно Вот прям эти же кабинки, тут ничего не поменялось, как классно Куск креветки, а не китайский спец Это и есть утка по-пекински Доброе, теплое, солнечное хайнаньское утро Время 8 часов Мы опять не выспались, ребята И опять мы с вами мчим на остров Сегодня уже 4 января Незаметно пролетает время в отпуске, согласитесь Сегодня мы с вами отправим Нет, посмотрите, конечно, какой вид Каждое утро начинаем здесь на балкончике И каждый день заканчиваем здесь же на балкончике Любуемся огнями этой части бухты Датунхай Обзор отеля Территорию мы с вами делали раньше В предыдущих выпусках Если вы вдруг смотрели, посмотрите обязательно Сегодня мы с вами отправляемся на остров Си Дау Или западный остров, как говорят по-нашему Находится он вот здесь Я вам поставлю метку на карте Добираться туда мы будем на автобусе Мы живем в корпусе отеля Паухон, который находится ближе к пляжу От отеля Паухон можно добраться Остановка здесь, рядышком Добраться на автобусе 26 без пересадок Если вы живете в другой части Датунхая То вам удобнее будет сесть на автобус На остановке напротив торгового центра Лето Оттуда идут два маршрута Автобус номер 30 и 25 Выбирайте лучший автобус номер 30 Потому что у него меньше остановок Он межгородской, в нем больше сидений 25-й автобус это городской Но он дешевле, но придется скорее всего стоять и дольше ехать 26-й автобус мы не знаем какой он Сколько проезд тоже не знаем, не написано в программе Байду Сейчас мы отправляемся на завтрак И увидимся с вами уже, наверное, в автобусе Расскажем, сколько стоит проезд А, ребята, важно, поедете на этот остров Не забудьте с собой паспорта Или хотя бы их копию обязательно понадобится Так же, как на остров пиратов Там обязательно нужен паспорт Потому что нужно будет покупать билет на паром Обзор острова пиратов мы уже делали Мы были там в 2018 году Если не смотрели и вдруг нужна информация Загляните в плейлисты, найдите Остров тоже очень красивый Какой западный мы не знаем Съездим, сравним и расскажем свои впечатления А мы отправляемся на завтрак Вот главный корпус отеля Баухон Здесь проходит завтрак И мы сейчас обнаружили, что здесь есть выход на остановку Ходили до этого в обход Нам нужна остановка, которая идет в сторону бухты Саньябе То есть вот туда, по этому направлению Автобус номер 26 Остановки обозначены вот таким образом 26 автобус Проезд мы посмотрели в Байду От остановки Баухон будет стоить 6 юаней на человека Какой-то едет автобус Наш Пойдемте загружаться 26 автобус Как и 25 городское место здесь Мало, посмотрите Больше стоячих мест Здесь же места только вот там И они уже все заняты Мы доехали Вот паромный причал Напротив, нужно перейти дорогу Шходных переходов здесь мы не наблюдаем А нет, вон там дальше есть Лучше по нему пойти, да? Вон дальше Остановка, так и называется Си Дао В автобусе очень много людей было Они все ехали дальше Этот автобус идет до парка Крайсвета Поэтому наш совет вам, ребят Езжайте на 30-м Который останавливается напротив торгового центра Лето Или на такси Ну или на такси Такси сюда будет стоить Сто... Мне кажется, даже больше Это дальше, чем аэропорт Мы от аэропорта заплатили 80 Ну, мне кажется, 100 там плюс-пинус Вот Мы с вами подходим Сейчас идем покупать билеты Прямо к терминалу подъезжают автобусы туристические и такси Называется он Си Дао Подпишу вам, как правильно, на китайском языке Ну, на транскрипции Си Дао Терминал выглядит как вокзал или аэропорт А все потому, что здесь, на этом острове Туда приезжают не только на день Там несколько отелей Можно жить просто на острове И не обязательно там селиться где-то в Дадунхайе Заходим И идем искать информацию, где продаются этикеты Как здесь шумно Вот кассы подписаны Просто покупка билетов Потом для кассы, для гостей отелей Потому что, если вы проживаете в отеле Трансфер до острова бесплатный И самое крайнее, это VIP-стойка Для покупки нужен оригинал паспорта Копия паспорта не подойдет Нужен именно оригинал Какие же они громкие Фотографирует паспорт Номер телефона попросили записать Не знаю для чего И в Таосском парке тоже мы оставляли номер телефона Теперь все для безопасности Мало ли что Вдруг мы там на острове потеряемся И останемся жить Людей-то видите, как много Популярный остров Простите, здесь очень шумно Постараюсь говорить громче Два билета у нас на руках Один билет на взрослого стоит 98 юаней Билет туда и обратно на паром То есть там покупать билет не нужно Вот так они выглядят Ставят здесь в печати Обязательно оригиналы паспорта И свой номер телефона Все, идемте смотреть Новый остров Седал Проходим вот в такой коридор получается Показываем билеты Там проходим досмотр вещей Что-то мы не поняли Мы подошли сначала в одну очередь Нас куда-то отправили Мы постояли, потупили Самое главное вовремя сделать потерянное лицо Всем видом понять, что, блин Вернее, дать понять, что А я твоя не понимаю И тогда Тогда все решается Подошел человек Сказал, давайте сюда И нас провели Народу очень много Скорее всего, мы встали, наверное, в очередь В первый раз Которую очередь на паром от отеля А сейчас идут Все просто с простыми билетами Девушка на выходе С счетчиком, как в самолете То есть по количеству людей Паром, конечно, ограничен Всю эту толпу он не возьмет Но паромы подходят быстро Загрузился один Чуть-чуть подождали Открывают ворота Сразу другой загружается В очереди мы простояли Где-то 10-15 минут Очередь двигается очень быстро Вообще китайцы молодцы Все организовано Никто не толкается Не дыхается Никто вперед не лезет Все заходят друг за другом Места возле окна уже все заняты Но да ладно Посмотрим на море с берега Людей, наверное, я не знаю, человек 200, да? Больше даже Идти на пароме комфортно Его не шатает, не трясет Идет плавно, мягко Это особенно будет актуально для тех, кто страдает морской болезнью Внутри работает кондиционер Прохладно Также есть люди с чемоданами Поэтому смело можете приезжать на несколько дней Мы шли до острова всего 15 минут Пока шли с Юрой примерно посчитали, что Паром вмещает не 200, человек 400 точно И как у них все хорошо организовано Все сидят, никто не стоит Очередь движется быстро при посадке Молодцы китайцы Добро пожаловать на западный остров Остров Си Дао Сразу на выходе с паромного терминала Есть вот такой большой туристический центр В нем можно заказать себе экскурсер Индавать баги Купить билетик на автобус, который здесь курсирует по кругу Давайте посмотрим с вами карту острова Остров немаленький У него есть часть, пляж, где можно купаться Это вот здесь Здесь же стоит отель Один, второй Там еще отель Есть маяк со смотровой площадкой Здесь такой более каменистый берег Но тоже очень красиво Там такая пальмовая роща идет А здесь маленький соседний остров Он соединен косой На нем стоит бык И смотровая площадка тоже Пойдемте изучать На всем острове есть указатели Дублируются на английском языке Есть туалеты И обозначены автобусные остановки Например, здесь, здесь Ну и дальше Стоимость развлечений Не буду вам все называть Поставьте на паузу Вот снимаю Ставьте на паузу, смотрите Если кому-то интересно Ну традиционно мы пошли в ту сторону Где народа меньше Эта часть не так популярна у туристов Как противоположная Но здесь тоже стоит прогуляться Ребят Тут есть вот такая красивая набережная Вдоль всего пляжа Здесь очень живописно Вот так в тени деревьев В парковой зоне Можно просто прогуляться Подышать вкусным морским воздухом Посмотреть на огромные сосны Или просто посидеть Передохнуть на лавочке Подняться на смотровую площадку Полюбоваться видом на море Кстати, здесь очень часто Можно заметить летающие вертолеты А с этого пирса Дайверы отправляются на сноркинг и дайвинг Который проходит именно На этой части побережья Пляж мало подойдет для купания с берега Потому что здесь очень мелко Но зато вот для того Чтобы пособирать красивых ракушек Или если хотите отойти вот туда На самый риф На конец рифа То можно в принципе поплавать С маской и трубкой Что-то поразглядывать Эта часть очень живописная Посмотрите, какие здесь сосны Огромные кактусы Мы с большим удовольствием прогулялись По этой части Хотя чаще Туристы берут баги Или на велосипедах На маленьких мостках Едут просто вдоль набережной Смотрите, как красиво Домой повезем Посадим Хананьскую сосну Мы гуляли вот так То по этой парковой части То потом после этого Спускались на пляж Смотрите, какие красивые сосны Растут прям вдоль берега А это впереди тот самый остров Который соединен С основным островом Седау Косой Мы решили туда не ходить Смотрели обзор Не особо что-то там Интересного увидели для себя Идем через дорогу Внутри острова Не по побережью На другой берег Бабулечки на острове Подрабатывают Одна, вторая Предложила нас довезти А тут можно спокойно Пешком прогуляться Не настолько остров и огромный Он, конечно, не маленький Но можно спокойно Пешком пройти Тут живут И местные люди У них можно снять комнату Типа гестхаусов Есть маленькие кафешки А на побережье Уже такие посерьезнее отели Вот, например, видно отель Такой небольшой С небольшим бассейном Маленькие комнатки Есть вон наверху Зоны отдыха Можно приехать на несколько дней И остановиться вот в таком маленьком отельчике Если не любите большие Вот тоже маленький отельчик С таким микро-микро бассейном Это вот в номерах Такие террасы небольшие Эти милые отели Придают особый колорит И шарм остров Так здесь уютно Мы вот в следующую поездку Обязательно вернемся Пожить несколько дней Посмотрите, как здесь мило Какое-то свое особое настроение Атмосфера И, кстати, в Китае Подобных мест мы еще не встречали Согласитесь Это какая-то, мне кажется, маленькая Европа Но совсем не догадаешься Что это какой-то китайский остров Стоят даже указатели Продублированы на английском языке Но я думаю, вы не заблудитесь Тут все дороги ведут к пляжу В любом случае, так или иначе Есть магазинчики Конечно, куда же без них Я вот тут сумочку приглядела Смотрите Не знаю я, сколько она стоит Ну, наверное, в пределах разумного Шляпы разные, куча платьев И тут никого нет В смысле, не продавца, никого Идемте дальше Сложно вам, ребят, передать через камеру Всю атмосферу этих улочек Нам тут очень понравилось Посмотрите на эти кактусы Милые отели, кафе Местные жители Все в таком позитиве Расслаблены, здороваются Приветствуют друг друга Маленькая деревня на острове Седау От души рекомендуем вам здесь побывать Если вы еще не были Даже есть базар с фруктами, овощами То есть, это нормальный такой большой Торопический остров Где предлагают такси, байки Драгонфрукт Юра берет Цены Как в Дэдунхайо? Такая коробочка стоит 10 юаней Вот там прям большой овощной рыночек А вот так сушится Желтый полосатик Или еще какая-то другая рыбка А тут же вот ее продают потом Вот нетуристическая часть пляжа С рыбацкими лодочками В той стороне пляж для купания Уже туристический Вот на этом пирсе стоят лодки Я думаю, что можно подойти К одной из них И договориться За небольшую плату Чтобы покатали вокруг острова И лучше это делать здесь В деревне Не в туристическом центре И здесь же Практически на каждом шагу Сидит бабушка Которая предлагает байк в аренду Смотрите, какой красавец Вот это местный колорит Как оригинально Из перевернутой лодки Сделали арт-объект Рыбка с... Вместо чешую У нее такие таблички Разукрашены красиво Вот здесь дикий пляж Не тот туристический Который в начале острова Сегодня волны И на берегу там Камни, наверное, да? Кораллы, камни Эта часть острова Нам понравилась больше всего Настоящая Живая Со своим колоритом Вон люди местные Загорают Чилят Что-то обсуждают А это настоящий Полицейский участок На острове есть Также школа Несколько музеев Здесь живут Сами китайцы Поэтому это не Вылизанный Туристический остров Как, например, остров пиратов А настоящий Жилой остров Он нам чем-то напомнил Локальные острова На Мальдивах Или острова Лос-Рокис В Венесуэле Если не смотрели Посмотрите Но есть в этих Маленьких Милых островочках Какая-то своя атмосфера За которую хочется Возвращаться Снова и снова Такая приятная Знаете Островная лень Уболтала нас бабушка Прокатиться На своем дырочке Едем в библиотеку Ловучая библиотека Бабуля нас сюда доставила За 20 А довести до того Дальнего острова Она нам предложила На двоих За 80 Ну да Библиотека на корабле Здесь можно купить Сувенирчики Ну и вообще Здесь Как бы Да Прям библиотека Смотрите Книги Книги Но конечно В основном Сюда все Заходят Чтобы сделать Необычные фоточки Что уж Тут греха таить Китайцы И фоточки Все сделано Для фотографий Тут какие-то Открытки С пожеланиями Как вы думаете Сюда все заходят Книжки Почитать Что ли Конечно же Нет Сюда все заходят Сделать фотографии Но отсюда Можно отправить Открытку Вон стоит Почтовый ящик Можно купить Открыточку Подписать И отправить Ну конечно Мы тоже не удержались И сделали Пару фотокадров На память Где еще Вы найдете Плавающую библиотеку И потом уже Пошли В сторону Самой туристической Части острова Там где можно Покупаться По пути нам Часто попадались Вот такие Красивые Колоритные Здания Разные Кафе Их тут Просто на каждом Шагу Голодными Точно не останетесь Это дикая Часть пляжа Здесь местные Вот так Просто загорают В тенечке А вот Начинается Уже Непосредственно Туристический Пляж Для купания Он достаточно Протяженный Места хватает Всем И здесь С удовольствием Можно искупаться В отличие От того же Острова Пирата На этом пляже Есть вся необходимая Инфраструктура Зонтики Шезлонги Туалеты Передевалки Есть все Если мой китайский Меня не подводит То один шезлонг Стоит 60 юаней Два шезлонга Стоит 100 юаней Один из красивейших Пляжей Которых мы видели За всю эту поездку Нам здесь Очень понравилось И здесь Мало того Что можно сделать Красивые фотографии Также здесь Есть кафе Прямо на берегу Можно взять напиток Или перекусить И сидеть Наслаждаться Атмосферой Бар Который на берегу Смотрите Цены на коктейли Кофе есть Пиво А прямо с пляжа Желающих запускает Полетать в небо И кстати Очередь здесь На это удовольствие Не маленькая Мы даже залипли Наблюдая за этим процессом Мы вот так устроились В тенечке Под пальмой С видом на море На горы Юра Наконец-то Сколько мы дней Уже здесь Наконец-то Будет готовить Свой фирменный коктейль Который называется На Дунхай На Дунхай Ну правда На острове пиратов Ой На острове пиратов На острове Седао Холодный кокос Из холодильника Обязательно Чтобы был холодным Кокос водка Водка-кокос Обязательно Обязательно С красной крышечкой С красной крышечкой Почему Китайская кокосовая Китайская кокосовая вот Просто все сюда Замиксовываем Размешиваем Еще нужно открыть И наслаждаемся Фирменным коктейлем От Юры Коктейльчик До Дунхай Ну как это оно? Это оно Ну это Наверное Мужской коктейль Девочкам такой Навряд ли понравится Ой Я вот это даже Не пробовала Для мужчин Ну для тех Кто любит кокос Как таковой Как вкус Думаю Это будет Самый раз Ну ладно Все Выключаем камеру Наконец-то Мы будем наслаждаться Пляжным отдыхом Сейчас Может быть Даже сходим Что-нибудь перекусим Или сразу Пойдем купаться Побьем коктейльчик И пойдем на море Море здесь Определенно Лучше Чем на острове пиратов На острове пиратов Очень маленький Загончик Где Ну просто Невозможно купаться Здесь побережье большое Можно залезть И искупнуться И места В принципе Видите Всем хватает Мы вот сидим Ни у кого Никому не мешаем И нам никто не мешает Утомленное солнце Мы идем в поисках Каких-нибудь Кусняшек Время уже Ближе к закату Еще бы нам надо Какой-нибудь сувенир Купить С этого острова А народу тут Просто тьма Из европейцев Мы по-моему Здесь одни И вообще Никого не видели Ого там какая Впереди Большая улица Торговая Это мы с вами проходим На рынок Оказывается Фрукты Фрукты по 10 Юань Вот такая чеплашка Кокосы Манго Лапша Ой Краежа Устрицы Кальмары Цены Кстати Как в Дадунхай Ракушечки Юра Смотри Ты хотел собрать А тут Продают Собранные Наверное На фотографии Это было Купили Устрицы Нет Такие устрицы Нельзя есть Они должны быть Именно живыми Это если только Жарить Кальмары Смотри Это сайра Кальмары Осьминоги Осьминогов Они безбожно Пережаривают Шляпки Сумочки С той стороны Еще Всякий Разный Фудкор Я так Полагаю Это какой-то Суп Из морепродуктов Будет Интересно Тут прям Целый рынок Фудбазар Просто Они Как На фудкорте В Дадунхай И тут же Сдают байки В аренду Если мы правильно Поняли Байк стоит 20 юаней Разные Безделушки Как видите Я надела очки Потому что Мы пошли В поисках Какой-нибудь Красивой Аутентичной Желательной Штучки На память Но Продается Какая-то Фигня Какая-то Хотела бы я сказать Китайская фигня Но она и так Китайская фигня Ничего такого Красивого Безделушки Какие-то Везти не хочется Ходили мы Ходили Ничего Красивого Из сувениров Не нашли Но решили Взять Морепродукты На палочки Жарят их Ну как На фудкорте Как мы были В Дадунхай По 15 юаней Каждая штучка Здесь есть Еще устриц Чего они только Не готовят И ежи Креветки Рыбу Цены Ну в принципе Демократичные Целый кальмар 15 юаней Стоит Октопус Ой октопус Осьминог Тоже 15 юаней Вот есть что-то Что-то готовят Но это надо Переводить Селись вот в таком Местечке Тут прям Удивительно Мы здесь не ходили Целый рынок Такой еды 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 И сувениров В перемешку А вот такая красота Получилась Здесь в отличие от Фудкортов Дадунхая Видите Нарезали Посыпали лучком Зеленым Очень удобно есть Что не на палочке Как на фудкорте Это вот осьминог Попробуй осьминог Насколько он Жесткий Ну вот осьминог Да-да-да Они его в резину Любят превратить Ты знаешь нет? Нет? Ничего себе Дадунхая Мы пробовали осьминога Он резиновый был А кальмар? Уже вполне Вкусно? Ну вот Рекомендуем вам Кафешечка Одна из По улице С кафешечками На острове Седау Рома говорит Не будет есть Я не хочу. Я не буду это есть. Вот эту ногу я не буду. Ешь ногу. Не хочу я вот эту маленькую. Очень вкусно. И в отличие от дедунхая, здесь не переприправлено, потому что дедунхая в таких специях. Здесь просто пожарено на гриле и традиционным китайским соусом. Залито сверху. Ну, такой соус из масла и каких-то приправы сверху. Зеленый лук и еще лук вот такой тоже на гриле. 30 юаней тарелкам репродуктов. Это очень вкусно. Достойно. Вкусно. Но вот это я не буду. Это ты сам купил. Вот мы съели все до последней крошечки. Было очень вкусно. Без китайского привкуса вот этих приправ их. Смотрите, здесь гребешок есть. Есть вот такой кальмар целиком. Рыбка какая-то. Устрицы они их жарят. Это сайра. Сайра или что это? Вот это что это? Мы так и не поняли, что вот это вот. Ну и там осьминог и кальмар. Вот все это так готовят. От души рекомендуем местечко. Оно находится... Как бы вас сориентировать? Вот эта улица находится... Вот зеленая. Ну, если в целом по острову говорить, это вот где начинается зона с пляжем. Большое здание, на котором написано туалет. И вы от вот этого здания идете вперед, получается. Ну, увидите, тут рынок начинается. Прям, блин, неожиданно вкусно оказалось. Хотелось съесть еще, но решили, что нет. Вот, если мы сейчас еще поедим, но уже не захочется идти. А на ужин надо сходить что-нибудь поискать до Данхая съедобного. Ой, смотрите, прям на огне готовят. Какие-то лепешки с креветками. Выбор очень большой. И крылышки, и рыба. Вот все, что душе угодно. И мясо, Юра говорит. Да, вот лежит мясо, и крылышки, и рыба, и овощи. Хороший выбор. Цены, как в Дадунхай, на фудкорте. По 15 юаней палочка стоит. Курица, наверное, дешевле. Вот здесь нарезочки с фруктами. Юра присмотрел там свой любимый джет-фрукт. Хлебное дерево. Говорит, оно там прям свежак-свежак. А ну вот оно, да, прям при тебе разделывает. Вот он стоит прям свежий. 10 юаней коробочка стоит. Вот прям самый-самый свежачок. Кстати, мы здесь, на рынке, слышим англоязычные слова. Bye-bye. Seven. Мы в супермаркете пиво покупали. То есть здесь все-таки чуть-чуть получше знают английский, чем в том же Дадунхай, например. Дадунхай нам только один человек попался, который... Раз вот 10, это вот так вот. Да. Но надо выучить. Господи, сколько раз мы уже в Китае были. Ну что, хотя бы вот элементарно. Мы знаем Тошин Чен, Мэй Тан, Нихао, Дяй Дян. Вкусно? Свежий. Вот прям только-только достали. Косточку убираем. Вот косточку убираем. Она, ну, в смысле, не обязательно. У нее шкурку тоже можно есть, но вот эта вот вкуснее. Мы дома такую посадили, привезли из... Где, откуда мы брали? В Суньке, да, покупали? Она у нас проросла, растет там, своей жизнью живет. Очень вкусно. Ну так, наверное, вот эта все-таки лучшая закусочка к коктейльчику Дадунхая, а не этот, фиолетовый который. Это просто лучшая закусочка к кокосовой воде. А, к чистой? Да. Все, ребят, мы движемся в сторону парома. Время уже пятый час. Чудесно провели день. На паром, наверное, сейчас стоит огромная очередь. На этот остров, я думаю, что лучше, конечно, приезжать на несколько дней, в один из отельчиков поселиться. Причем не селитесь вот в эти огромные, вот они здесь, эти отели. Шум, гам, суета, не. Лучше сюда приезжайте и вот походите, посмотрите эти гесты. И в каком-нибудь гесте, который вам понравится, там, по цене договоритесь, я не думаю, что они сильно дорого стоят. Ну что, говорим до свидания, остров Цидау. Красивый, живописный, большой, интересный, колоритный. Идем на паром. Идем на очередь на паром. Благо здесь это все очень быстро движется. Паромы ходят один за другим. Посмотрите, тут нет такого прям скопления, скопления. Ё-моё, никто не хочет ехать обратно. Тут, ребят, вообще нет очереди. Но прям совсем нет очереди здесь. Я-то думала, мы-то сейчас придем, будем стоять на ветру. Причем здесь ветер стих. Солнце сжалит, дай божа. Можно вот так вот, если здесь стоять, можно спокойно сгореть просто в очереди. Но ее нет. Поэтому можно было спокойно остаться сегодня здесь и завтра пойти. Не проверяет никто ни билеты, ни даты, ничего. О, как мне эти нравятся парни в костюмчиках. Я Юре говорю, давай купим тебе такой костюмчик, на дачу будешь ездить. А тут за своего сойдешь. Не хочет. Все, мы уже сидим. Опять у него кушка, ну да бупси, ничего мы там в окошке-то не видели. В общем, ребят, место нам определенно понравилось. Голоритное, необычное, совсем... Совсем не похоже на типичный... Ну что типичный, на Китай? На традиционный. На традиционный Китай, очень-очень. Мне понравилось от души, потому что мне это напомнило, повторюсь, локальные острова Намахуши и острова Лосрокис в Венесуэле. Китай не такие самобытные, вот эти бабули, вот эти вот лодки на причале. Не вот этот центр туристический, а именно туда подальше. Посмотреть, как сами местные живут, это очень-очень интересно. Цены здесь точно такие же, как в Татунхай. И то, я думаю, можно торговаться, можно взять байки, рассекать по острову, исследовать самые интересные места. Все, едем обратно. Нам сейчас будет... Нам сейчас идти 15 минут по морю. И обратно мы поедем на автобусе 26, 25 или 30. Надеюсь, что придет 30, потому что там больше вероятности. Сесть он идет быстрее, чем 25 или 26. Увидимся с вами дальше. Тебе понравилось? Самое главное, Юре понравилось. Если понравилось Юре, это для вас, как вы там знаете, в Китае есть система измерения, у них не звезды, а буковки А. Если 5А, это значит топ-место, надо обязательно ехать. У Юры это 5А, ребят, надо ехать. Обязательно. Всего 15 минут, и мы уже на острове Хайнань с острова Седао. Дошли до острова Хайнань. О май гад. И теперь вот эта вся толпа выгружается в автобусы, в такси. Но они так лихо идут в автобусы, я не знаю, что это за маршрут. Явно какой-то не городской, что-то туристическое, наверное. А мы идем на обычный городской автобус. Ой, разговорчивый. Итак, мы едем на 30-м автобусе. Как я вам и говорила, он как междугородний. Здесь только сидячие места. Вот водитель, если нет мест, он просто не запускает больше людей. Я сижу вот здесь в конце, Юра там где-то тоже место нашел. По 6 юаней заплатили, но, возможно, проезд меньше стоил. Не суть, зато сидим. Все, едем до нашей бухты Дадунхай. Дом, милый дом, бухта Дадунхай. Время почти 6 часов. Мы добрались. Еще раз вам хотим посоветовать ездить на автобусах номер 30, чтобы не стоять... чтобы не стоять в автобусе, чтобы не стоять долго в пробке. У автобуса у этого меньше остановок. Мы доехали. Погода чудесная, настроение классное. И все, что нас сейчас заботит... Все, что нас сейчас заботит... Куда пойти поесть? Ой, вот с этим у нас напряженка. Все самые такие места, которые мы знали, которые любили, уже сходили. Хочется чего-то нового. По третьему кругу, но как-то уж прям несерьезно. Пойдем, попробуем сегодня поискать. Раньше был ресторанчик такой. То ли медный котел, то ли как-то так. Там такая атмосфера была классная. И этот ресторан специализировался на утке по-пекински. Не знаем, работает он или нет. Сходим, попробуем его найти, посмотрим. Ну, а если нет, то мы прям даже не знаем, куда нам пойти сегодня поужинать. Сейчас идем до номера. Переоденемся. Залезем в душ. Соль смыть эту всю. Может быть, успеем застать закат с балкона, кстати. Может быть, пойдем прогуляться по бухте Дадунхай. Посмотрим. Отлично съездили на островочек. Вам мы от души рекомендуем. Очень понравилось. Будете в Санье тоже непременно побывать. Радость-то наша нет предела. Вспомнили мы визуально вот это место. Оно прям вот под, получается, отелем Бари, если идти в сторону ананаса. Да, сад называется, точно. Блин, ребята, оно работает. Я прям помню, как мы здесь сидели. И здесь мы заказывали утку. По-моему, здесь даже было хайнаньское пиво. Я не помню. Ой, ребят, прям эти же кабинки. Тут ничего не поменялось. Как классно. Мы прям тут сидели, да. Вот, утка есть. Вот ее мы и брали. Все, сейчас идем, переодеваемся и идем. За уткой приходим. Блин, как классно, что она работает. Я помню, мы там сидели, в этом этом, да. Как радостно из каменных джунглей заходить вот в такой наш зеленый оазис. Всегда идем вот здесь. Здесь специально, чтобы пройтись вот по этой аллее с пальмами, с цветочками. Очень красиво. Здесь по утрам, по этой аллее, она такая круговая получается, вокруг домов. Бегуны спортом занимаются. Мы вроде тоже собирались, но так и не собрались. И в бассейне, кстати, мы еще ни разу не были. Завтра туда пойдем, завтра будем исправлять эту оплошность. А еще на этот раз мы решили обойтись без бухты Ялонбэй. Решили туда все-таки не ехать. Не хочется. Если вы в первый раз на Хайнане, обязательно съездите, посмотрите. Нам двух разов, которые мы были, ну достаточно, не видим смысла туда ехать. Ради чего? Море красиво здесь. В Сяуденхай мы ездили. Там даже, ну честно говоря, сейчас нам больше понравилось, потому что вода такая же красивая. И пальмы на берегу тени, пальмы можно лежать. А там отели, отели, отели. Море там, конечно, очень красиво. Одно из самых красивых на острове Хайнань. Но неохота туда ехать. Во-первых, волны. Да, во-первых, там в чате пишут, что волны. Ну, во-вторых, час даже больше тратят на дорогу с этими пробками, вот как представим. Ну, его нафиг. Если бы вы там не были, обязательно поехали. А так нет, ребят. Мы вам обещали съездить, но уж извините, мы променяли Ялонбэй на бухту Сяуденхай. Поэтому в Ялонбэй в этот раз мы не поедем. Если вам интересны обзоры, посмотрите. Мы рассказывали вам, как пройти на территорию 5-звездочного отеля, выдать там себя за своих и отдыхать на этой территории. Посмотрите 2018-19 год, плейлист по Синьо. Все, мы подходим уже к ресепшену нашего отеля. Загружаемся в Лид, быстро переодеваемся. А, наверное, сейчас мы вам покажем закат. И потом увидимся с вами уже за поеданием утки. Какое счастье прийти с моря, принять горячий душ и потом любоваться этим видом. Сегодня супер красивого заката нет, но тем не менее, все равно красиво. Уже начинают подсветку включать. Сейчас я вам переверну камеру и покажу. Ресторан Сад в Maps.me и в Organic Map он обозначен как медный котел. Он находится в нескольких шагах от отеля Баохон. Как мы вам говорили, две минуты назад. Это у вас-то прям вообще минута, наверное, была. Это мы уже успели помыться, освежиться и довольны идем за уткой по-пекински. Он находится вот в отеле Бари. И прям под ним эта арочка красивая. Со стороны как идти в ананас. Вот с той стороны. Не со стороны Баохона, а как идти в ананас. Идем и думаем о том, что у Баохона все-таки отличное расположение. С какой стороны не посмотри. Близко до лета. Близко до остановки, которая в сторону Сяудунхай. Еще раз покажем вам фасад. Вот сверху написано сад-ресторан. Такие красивые цветочки. Здесь просто сад. Все такой же скучающий. Официант, зато все места для нас. Давай вон туда, в ту кабинку, в которой сидели. Кому интересно, ставьте на паузу. Смотрите меню. Мы вот взяли устрицу, гребешок, креветки на пробу по парочке. Еще видите, здесь есть шашлык. Также есть блюда из овощей, из картошки. Ну и, конечно, фирменное блюдо. Это утка по-пекински. Мы взяли половиночки. Половиночку к утке приносят. Рисовую такую лепешечку. Ну или не лепешечку, как она. Типа лаваш рисовый. Овощи. Покажем вам. Если ни разу не ели утку, покажем, как правильно это делать. За санью. Интерьер здесь такой своеобразный. Дерево посередине. Такие вот кабиночки. Каждый сидит вроде как приватно. И в то же время такое вот все под навесом. Там есть круглый стол. Ну, для нас это чуть-чуть поуютнее, чем новый ресторан, который 12 стульев стал. К сожалению, мы больше туда не пойдем. Именно из-за интерьера мы вам уже говорили. Там просто столовая. Нам хочется, пусть тут не супер какой-то там это, но все равно определенная какая-то атмосфера, такая необычная зелень. Мы сидим прям под деревом. И дерево здесь, прям вон там. У вас может возникнуть резионный вопрос, почему так пусто. На самом деле нет, мы просто рано пришли. Вот, пожалуйста, подошла пара китайцев. Там сидят русскоязычные, но при этом китайскоговорящие люди. Ну, то есть живут здесь или, может быть, где-то в Китае. Просто еще очень рано. Ну, сейчас все на закате. И потом там кто в душ принять, кто там это. Народка восьми, наверное, выползает на ужин. Два гребешка. Ну, конечно, для дальневосточников это прям смешно. Такой, смотрите, какой маленький. И устрицы. На фудкорте устрицы были побольше. Ну, вроде тоже прям аппетитно выглядит. Каждая штучка по шесть юаней всего. А там мы покупали, не помнишь, по чем? Шесть штук. Двадцать пять юаней, да? То есть где-то по восемь. Нет. У меня плохо с математикой. По четыре. По четыре. Это юля такой нравится. Ой, я люблю эти. Я вообще люблю устрицы с сырыми. Но устрицы с сырыми можно брать только тогда, когда они живые. Когда они еще так... Они как сопельки. Их так берешь, открываешь. Лимончиком сбрызгиваешь и так... Первый раз вообще. Ну, второй раз уже на Хайнане готовы устрицы ем. Обычно едим сырыми. Я ем. Юра как-то попробовал. Во Вьетнаме, по-моему, да, это было? И не понравилось. У нас очень вкусные устрицы во Владивостоке. Они там такие прям жирные, большие. У нас вот такие вот с ладони устрицы. Одну съешь и больше не надо. Гребешок для нас это... Ну, это я даже не знаю, с чем сравнить. Смешной размер, конечно. Вкусно? Ребята, устрица оказалась вкусной. И она по размеру, кстати, вот она такая, смотрите, глубокая. Фасон, наверное, у нее такой. По мясу она больше, чем на фудкорте. Хотя на фудкорте сама вот раковина, ну, такая побольше, чем вот эта. Очень вкусно. Без вот... Нету вот этой фигни китайской, которую они любят навалить, да? Нету такого привкуса. Просто с чесноком. Не испорчено специями. Креветочки. Креветочки хорошего размера. Но вот меня всегда в Китае удивляло, как они подают креветки. Помню, мы с сестрой первый раз в Хунчуне заказали креветки на сковороде. Они принесли вот прям, ну, без головы, но с панцирем. И думаем, блин, как это есть, что каждую выколупывать от панциря. Оказывается, китайцы прям вот с этим вместе не едят. Мы, конечно, так есть не будем. Выглядит достойно тоже 6 юаней стоит. То есть можно и утку поесть, и морепродуктов наесться. И мясо еще заказать. Не хочешь, Юра? Говядина, баранина. Если нам не хватит, то закажем, что нам еще. Мы не умеем есть креветки как в Китае. Мы их все-таки очищаем. Голову, панцирь и хвост. Давайте пробовать. Вкусная. И опять же не испорчена китайскими специями. Пусть креветки, а не китайских специй. Можем смело рекомендовать здесь морепродукты. Пусть они там не гигантских размеров. Устрицы, креветки. Однозначно, да? Если воздальнего востока гребешок, вряд ли вы поймете. А если из другого района нашей страны попробуйте, в принципе, вкус гребешка-то чувствуется. Там такой маленький-маленький пятачок. Но в целом там еще лапша, чеснок. Очень вкусно. Свежее все. С уткой немножко накладка вышла. Утка-то, собственно, вот она. Разделанная, свежеприготовленная. Такая, какая должна быть. Вот видно, что она вертелась на огне по коже. Вот соус. Но к утке обязательно должны быть блинчики и овощи. Утку едят, заворачивают блинчик с этим соусом и с овощами. Может быть, спросить, ну, как-то так утку есть, это несерьезно. Ну вот, ребят, это уже больше похоже на правду. Утку не едят в чистом виде, вот так. О, Господи, какие-то звуки на заднем плане. Кстати, сейчас здесь полная посадка уже вот по этому ряду. Итак, утка-то это мясо. Берется блинчик. У него сначала соус. Овощи. Огурчик, лук. Заворачивается такое что-то типа спринг-ролла. Кусочек утки. Ну, и вот этот блинчик. Держи. И вот этот блинчик и ется. Это и есть утка по-пекински. И еще должны принести бульон. Бульон из костей. Много наложил, поменьше надо. Вот так традиционно естся утка по-пекински. Да? Сама утка, в принципе, вкусная, да? Но можем тогда рекомендовать. А то мы зря ругались, получается. Половиночки, кстати, мне кажется, на двоих выше крыши, потому что мы в прошлый раз, когда здесь были, мы заказывали полную, мы ее никак не могли съесть. Ну вот, в полном составе теперь это блюдо. Утка по-пекински. Тазик супа из костей, там кости, собственно. Тарелочки под него. Я попробовала, это вкусно. Мне кажется, в прошлый раз мы такой же и ели, да? Только целую. Только целую. Половинки, ребят, достаточно на двоих прям. Больше не берите. Ну, если сильно голодные, конечно. Мы с того, как это не сели ее. Мы можем смело рекомендовать. 58 юаней у вас таз супа. Утка. С такими завертончиками. Вкусно. Утка прям свеженькая. Вкусно? Вкусный бульончик, да. В общем, ребят, можем смело вам это кафе рекомендовать. Оно ничуть не испортилось. Утка по-пекински шикарная. Целая утка стоит 98 юаней. Половинка 56. Наши друзья из Поднебесной готовят здесь на углях какую-то большую, то ли ногу, то ли что. Им принесли прям для печки такие лотки с углями. Вот они сами. Что вот эти вот, что вот там тоже у них точно такое же. Колдует что-то там. С мясом, с этим. Я думаю, что у нас в меню это баранья нога. Просто тоже готовая. Большая вот эта вот, да. Скорее всего, они там просто сами готовят. Потому что мы не сообразим, как это делать. Но китайцы так думают. Потому что она уже частично приготовленная. Жарит. Чтобы немного жарить. Это, блин, извините, это, минут сорок жарить надо. Ну, до нее будут жарить, сидеть. Ну, если только жарить, потом верхние кусочки готовые срезать. Это очень вкусно, ребята. Вот прямо от души вам рекомендуем. Очень-очень вкусно. Как пять лет назад мы в 2018 году здесь были, ничуть не испортилось. Суп почти весь съели. Бульон просто божественный. Уточку. С соусом. От души, от души вам рекомендуем. Посмотрите на нашу тарелку. Я так думаю, что это у нас станет просто показателем вкусности еды. И мы сейчас посчитали, что у нас вот эта еда, морепродукты и вот эта утка с супом всего-то 90 юаней. А про мы просто уже шарики сидим. Вот прям. А там так интересно наблюдать за процессом. И мы еще подумали о том, что, может быть, если бы и мы заказали вот эту, то нам бы так же принесли. Не так, что они сами стали бы готовить. Нам бы повесили такую же штуку. Да, вот она у них как шаурма, знаешь, слеет, леет. И вот. Нет, ну вот чуть-чуть подлела кусочек. Но я имею в виду, что по слою они срезают. Они же не до конца ее готовят. Ну, выкатились мы отсюда с шарами. Очень вкусно. Однозначно вам рекомендуем, ребята. Кафе по-прежнему достойное. Недорогое. Это был один из самых, если не самый дешевый ужин у нас в Дэдунхай. Для большой компании, наверное, будет интересно взять эту баранью кусок мяса и пожарить на... Баранью ногу, если вас, да, если вас там человека 4, берите вот эту, вот этот кусок мяса, пожарьте. Ну, кто баранину любит, да. Ну, там свинино еще какое-то огромное было. Ну, что-то было. В общем, рекомендуем, заходите. У нас счет сколько получилось? 113 всего лишь. Всего лишь 113. Мы выпили три пива, съели три вида морепродуктов, объелись. Ну, морепродуктов, да, там, ну, мы вам показывали. По штучке на пробу. Объелись уткой. Это было прям очень-очень вкусно. Сейчас мы идем, спустимся до пляжа, прогуляемся, потому что надо распрястывать килограммы. Мы мало ходили сегодня. Мы, кстати, наверное, мало реально ходили сегодня. Вот. И увидимся с вами уже завтра. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что пишете свои комментарии. Нам очень приятно. Мы их читаем. Не всегда, ребята, успеваем отвечать. Но все, видим. Обнимаем, целуем, прощаемся. И шлюпаем теплый хайнаньский привет. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok